Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Купаться в Абаканской дрени опасно для здоровья, а в центре города людей напугал чемодан. Здравствуйте, меня зовут Людмила Сергеева. Далее в выпуске. Режим ЧС из-за града и какой прогноз дали синоптики на август, расскажем. Три дня работаем, приходит Технадзор, нельзя. Надзорники пришвартовали абаканские катамараны к берегу. Город рискует остаться без водного развлечения. Когда мы приехали сюда, здесь стояли деревья. Абаканцы хвастаются цветами. Если у вас тоже красивая клумба, можете так же. Жаркое лето в Хакасии, похоже, кончилось. Не оправдался палящий прогноз на июль от синоптиков. До конца месяца дожди. Так и август не обещает много солнца. Последний месяц лета метеорологи прогнозируют теплым, но дождливым с грозами в первой десятидневке. Ночи недушные, 8-13 градусов, днем до плюс 28. И это максимальный градус, на который в среднем может рассчитывать Хакасия. Со второй декады в регион придет прохлада, и столбик термометра не поднимется выше плюс 22. В последние 10 дней месяца синоптики обещают днем до плюс 24 и редкие дожди. Ширинская администрация объявляет режим ЧС. Напомню, накануне там выпал град размером с перепелиное яйцо. Пострадала школа и местный клуб в Спиринском сельсовете. Там град побил окна. Еще испорчен шифер и выбиты окна в здании администрации сельсовета. Пострадали также частные дома, огороды и деревья. Град прошел и в самом Шира, но он был кратковременный, ущерба не нанес. Владельцы частных хозяйств, у кого дома застрахованы, могут получить компенсацию. А чтобы восстановить имущество сельское, власти и вводят режим ЧС. Он позволит попросить денег из резервного фонда республики, рассказал глава Ширинского района. Спецслужбы Абакана сегодня собрались у дома бытом. Полиция, пожарные, скорая помощь и кинолог с собакой проверяли подозрительный чемодан. Прохожие сообщили в полицию, что в кустах лежит бесхозный чемодан. Его сначала обнюхала собака, а потом в руках вынес полицейский. Эвакуация дома не понадобилась. Как сообщал пресс-секретарь Абаканской полиции, чемодан оказался пустым. Утонул. Мама погибшего на городском пляже молодого мужчины сообщила, отчего погиб ее сын. Труп водолазы нашли накануне. Судя по видео, в воде он пролежал долго. Следователи опубликовали, что в первый раз искали тело 10 дней назад. На пляж 24-летний погибший пришел с мамой. Как пояснила женщина, было многолюдно. Она опустила парня из виду. Когда хватилось сына, то сразу попросила спасателей обыскать дрену. Со слов матери, молодой мужчина был после тяжелой болезни, но плавал хорошо. Сразу поиски результата не дали. Собака взяла след, но потеряла его у воды. Спустя 9 дней тело нашли. По данным следователей, водолазы. По данным мэрии Абакана, случайные прохожие. В Абаканской дрене санитарные врачи нашли кишечную палочку. Пробы берут раз в неделю. И такие показатели вода дает третий раз подряд. Поэтому на городском пляже и стоит табличка о запрете купания. К новостям вернемся через пару минут. И вот что покажем. Торговала наркотиками, сядет в тюрьму. Саиногорский суд вынес решение по преподавателю-дилеру. Клумбы наши будут не просто с землей, с травой, а именно с мраморной крошкой. Абаканцы показывают клумбы, которые выставили на городской конкурс. Что придумали, покажем. Свежие стейки и молочная продукция. Охлажденные газированные напитки и морсы. И все это от производителя. Выбирайте Альпино Маркет. Какас Косметика приглашает на шок цены. С 24 по 26 июля. Ведро эмалированное 12 литров 499 рублей. Комплект двуспального постельного белья 999 рублей. Фиксированная скидка 25% на все товары женской гигиены. Напоминаем, 24, 25 и 26 июля во все сети магазинов Хакас Косметика. Климат-сервис. Мы хотим, чтобы вам было удобно и комфортно совершать важные покупки. Будь то кондиционер или бытовой вентилятор, обогреватель или камин, термогигрометр или осушитель воздуха. Вы можете быть уверены, что купите все это в одном месте с профессиональной консультацией по честной цене. Климат-сервис. Ответственность за ваш комфорт берем на себя. 12 причин не останавливать рекламу в кризис. Причина номер 8. Пока конкуренты пережидают, молчат и сокращают рекламные бюджеты, нужно действовать. Рынок стал менее насыщенным, а значит, ваша реклама будет заметнее. Идите в атаку. Получите максимум внимания к вашему бизнесу и заберите аудиторию у конкурентов. Единая рекламная служба Юг Сибири. Не экономьте на своем будущем. Звоните. 348-348. Евгений Рапоцевич. Родился в сибирской глубинке. За 20 лет он прошел путь от рабочего до директора одного из заводов «Русал». Он смело учился новому и стремительно развивался в современной компании. Это история о том, как любовь к делу и поддержка руководства помогли обычному человеку взять новую высоту. Смотрите сегодня сразу после Нотабена. 19 новых заболевших коронавирусом в Хакасии за сутки. Это меньше, чем за последние дни. Но, как пишет городской оперштаб, коэффициент распространения инфекции никак не достигнет того уровня, чтобы регион перешел на второй этап снятия ограничений. Среди новых заболевших один пациент поступил с признаками ОРВИ, 7 с пневмонией. Продолжает распространяться болезнь в семьях и на работе. Таких случаев 11. Выздоровел за сутки 51 человек. Лечение получают 475 пациентов, 2 на ИВЛ, у 26 тяжелая степень заболевания. На воде стоят, но не плавают. В абаканской зоне отдыха не работают катамараны. Хотя, по идее, они, как и аттракционы в парке Орленок, должны быть открыты. И предприниматели этого хотят, но не могут. Алена Трынкина узнала, почему. Валерий Пужаченко показывает свои 40 катамаранов, которые почти неделю пришвартованы к берегу городского пляжа. Он занимается водными велосипедами в Абакане 30 лет. И никогда раньше бизнес не был так долго в простое. Да, катамаранщики, как и многие, не работали в пандемию. Но когда 13 июля власти региона открыли аттракционы в парке Орленок, предприниматели выпустили катамараны на Дрену, потому что они считаются водными аттракционами. Три дня работаем, приходит технодзор, нельзя. Проблема оказалась не в коронавирусе, а в законе и в техпаспорте. А точнее, кто должен его выдавать предпринимателям. До этого года документ выдавала госинспекция по маломерным судам. Этим летом ведомство с себя такую обязанность сложило. Закон изменился. И на кого переложило, предприниматели не могут понять. В технодзоре нам давали список организаций, мы их обзвонили. Но получается, и под них критерии мы тоже не подходим. Соответственно, не можем получить акт технического освидетельствования и не можем получить паспорт готовности. Вот, соответственно, если на этой неделе у нас ничего не решится, то получается, мы съедем. Каждый день простоя – убыток. Надо и аренду платить, и следить за водными велосипедами сутками. Плюс затраты на доставку. В машину ходит он всего один. Вот сколько надо рейсов сделать на машине, за нее заплатить, чтобы привезти вот эти все 40 катамаранов, плюс вот эти вот будки. Короче, большие расходы. В Минсельхозе рассказали, полномочия на катамараны легли на плечи их подведомства – гостехнадзора. Но там, как оказалось, не было документов, которые надзорники должны заполнять на водные велосипеды. Тот самый техпаспорт надзорники эксперта нашли. Он осмотрит городские катамараны и поможет разобрать паспорт готовности. Но когда – пресс-служба не знает. Пока специалист работает на Ширинских озерах. Там принимает аттракционы. Обещают, эксперт освободится в четверг и расскажет, что будет с абаканскими катамаранами. Алена Трынкина, Василий Самоделкин, Нотабена. Четыре года и один месяц колонии общего режима. Столько дали учителю английского языка Саиногорского техникума за сбыт и хранение наркотиков. Напомним, в апреле полиция задержала 44-летнюю преподавательницу за то, что она во дворе своего дома продавала синтетические наркотики знакомым. Новость шокировала коллег и учеников женщины. Они ничего подозрительного не замечали, говорили только хорошее. А про учителя еще рассказали. Женщина жила одна с ребенком и матерью-инвалидом в служебной квартире. За продажу наркотиков прокуратура требовала посадить женщину на 7 лет. Но суд смягчил преподавателю срок почти в два раза. Глава комитета по тарифам Манук Дондонян оказался в Америке, в то время как антимонопольная служба обвиняет его в неверном тарифе на мусор. Пару недель информация крутилась на местных интернет-ресурсах, а накануне вышла на федеральный уровень. Новости на РЕН-ТВ назвали эту поездку бегством из страны после неудобных вопросов к Мануку Дондоняну. Суть в том, что комитет по тарифам при расчете стоимости услуги объема мусора определял не по прошлогоднему показателю. И на это указала антимонопольная служба еще в феврале. Дондоняну грозит штраф и даже дисквалификация. Сам чиновник считает, что комитет использовал правильную методику. Все это выглядело как банальный спор юристов до тех пор, пока Дондонян не уехал в США. Чиновнику с допуском в гостайне и во время пандемии сделать это сложно. Информагентству Хакасия Манук Дондонян объяснил поездку в Америку здоровьем ребенка. 15 июля у него была запись на прием. Я никуда не летал и не собираюсь летать в его личных целях, пользуясь республиканскими средствами и средствами налогоплательщиков. Это первое. Нахожусь сейчас в седьмом остатках не с целью отдыха, а с целью получения медицинского обследования для своего сына. И я считаю, что это уже лично. И работать с личным смешивать, ну, я так говоря, некорректно. Конные соревнования прошли в Абакане при пустых трибунах. В этом году Хакасия приняла второй этап Большого Сибирского круга. Прошло это тихо и без рекламы. Видимо, чтобы не привлекать толпу людей на ипподром. А там традиционно хорошо выступили лошади коннозаводчика из эскиза Ивана Миндибекова. Кубок главы Хакасии завоевал Денис Пресекарь на жеребце Натан и при этом установил рекорд ипподрома для русско-ресистой породы старшего возраста. В этом забеге третье место тоже у лошади Миндибекова. В целом, заводчики Хакасии в домашних бегах заняли второе место в общем зачете. Это хуже, чем в прошлом году. Тогда абаканские испытания мы выиграли. В Туве полиция нашла блогера, который катался по улицам в бассейне. Парень надел купальные плавки, набрал воду в небольшой надувный бассейн, поставил его в прицеп машины и поехал по дорогам. Полиция сказала, так нельзя, люди не могут ездить в прицепе и нашла блогера. Он извинился и попросил не повторять его поступок. Но за выходку может получить штраф. Далее 5 новостей коротко. Пенсионный фонд самостоятельно оформит снилс на ребенка. Это касается детей, которые родились 15 июля этого года. Документ будет сделан автоматически сразу после получения всей информации. А посмотреть номер можно в личном кабинете мамы. Услуга доступна на портале госуслуг. В Хакасии 21 выпускник школ получил 100 баллов по результатам ЕГЭ. Так много в регионе никогда не было. При этом школьники еще написали не все экзамены. В среду сдают ЕГЭ по иностранному языку устно. Жительница поселка Жемчужный погибла под колесами своего автомобиля. Женщина поставила авто на стоянку, вышла из машины, но забыла поставить кроссовер на ручник. Машина покатилась назад, задавила хозяйку, затем выломала ворота дома. Пострадавшая скончалась по пути в больницу. В Красноярске на трассе загорелся автомобиль. Тушить хозяйке машину помогали проезжающие мимо автовладельцы. Но с огнем удалось справиться после приезда пожарных. Как пишет НИА Красноярск, по версии девушки, машина загорелась после того, как она забрала ее с автосервиса. Бизнесмены из Австралии продают остров за 17 миллионов долларов, пишет российская газета. За эти деньги новые владельцы получат одну из самых экологически чистых территорий в мире. А кроме этого, несколько коттеджей, бар, вертолетную площадку и бухту с устрицами. Саиногорские музейщики выложили в соцсети пост с заголовком «Наш одинокий хан грустит». А дальше пояснили. Музейному комплексу «Эмай» нужен реквизит для экспозиции. Наш хан находится сейчас в юрте. Он находится одет в праздничной одежде. То есть он ожидает к себе гостей. Возможно, это придут сваты. А сватов хан, центральный экспонат хакасской юрты, ждет уже 4 года. Но скоро, по словам музейщиков, здесь появится хозяйка. Фигуру хакасской невесты сделает художник музея. Полгода назад он же смастерил манекены первобытных людей в зале древности музея. Костюм для невесты хана сотрудники музея тоже сошьют сами, по всем хакасским традициям. Когда хозяйка юрты будет готова, музей еще не знает, но к ее появлению обставляют юрту. Реквизита не хватает. Вот и обратились хранители хакасских традиций к саяногорцам. Конечно, нам хотелось бы, чтобы здесь у хана были еще и какие-то старинные предметы, быта, одежды, которые характеризуют культуру и быт хакасского народа. Все это нужно знать, потому что история делается нашими руками, сохраняется нашими руками. В дар музей принимает вещи и предметы разных эпох хакасского народа. Если у вас такие и не жалко отдать, несите в МАЙ. У кого лучшая клумба? В Хакасии проходит конкурс ландшафтного дизайна. За звание лучшего цветника борются 12 участников. Надежда Савельева посмотрела на некоторые и покажет, чем абаканцы удивят жюри. Когда мы приехали сюда, здесь стояли деревья такие. А сейчас цветы. И высадил их под своим окном пятиэтажки на улице Фадеева Василий Марьин. Под чутким руководством жены. Она контролирует супруга из окошка, признается мужчина. В клумбе петуни, вербены, лилии, анютины глазки. А в начале лета были эффектные пионы. Их пенсионерам привезли родственники из Алматы. Поливает цветы мужчина каждый день. Сейчас уже время полива. Если в дождь, то значит мы отдыхаем. Цветы под окнами пенсионера – часть большой клумбы у дома. На ней трудятся жители пятиэтажки и домком. Лариса Захарова говорит, некоторые цветы у них долго радуют глаз. Есть сорта, выдерживающие заморозки до минус пяти. Мы сами ухаживаем, сами высаживаем. Не только цветы, другую зелень. У нас много скворечников. Мы зимой подкармливаем птиц. Двор пятиэтажки Пофадеева впервые заявился в городском конкурсе ландшафтного дизайна. Как и детский сад «Золотая рыбка». Клумбы наши будут не просто с землей, с травой, а именно будет с мраморной крошкой, чтобы растения на этой мраморной крошке выделялись. Идею ландшафтного дизайна педагоги садика подглядели в интернете. На клумбы высадили многолетние растения – хосты, папоротник, лилейник, остильбу. Все говорят, прекрасные у вас клумбы, замечательные, необычные у вас клумбы. Это редкость для детских садов. Я такого не видела. Дополнил садик цветник старинным велосипедом. Композицию сделали родители. Вокруг посадили цветы в виде средневекового орнамента в восточном стиле. Оценивать клумбы участников будет мэрия, пока отдел экологии еще принимает заявки. Победителя назовет 26 августа. Надежда Савельева, Григорий Сараев, Нотабена. За отдых в России туристы получат кэшбэк. Так решило правительство. Возвращать будут от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. И только если отдыхающие расплатятся за отпуск с помощью российской платежной системы. Компенсировать расходы будут тем, кто решит до конца этого года побывать в ряде российских регионов. Но их список пока неизвестен. О погоде узнаете после информации от генерального спонсора сети магазинов «Мистер Плиткин». Сеть магазинов керамической плитки «Мистер Плиткин» приглашает друзей в свой новый просторный магазин. Вас ждет огромный ассортимент плитки, гранита, искусственного камня и сопутствующих товаров по отличным ценам. Всем покупателям дизайн-проект в подарок. Суперакция. Плитка и гранит по 349 рублей за метр. Наш адрес – Абакан, Итыгина 15В, строение 3. За мебельным центром рядом с магазинами «Таймень река» и «Полполыч». Работники зоопарка «Роев ручей» накормили белую медведицу Аврору арбузом. Лакомство такое животное получает каждый год. Парк пишет, что арбуз для Авроры – это еще и новая игрушка, с которой можно поплавать в бассейне. Она вкусная и не тонет. А теперь о погоде. В Абакане в четверг ночью плюс 14, преимущественно без осадков, легкий ветер и 23 градуса выше нуля. В Саинобурске ночью также 14 тепла, а днем по прогнозу плюс 24 без осадков. На этом у меня все. Свои истории присылайте по телефону 8 923 020 77 00 в мессенджеры. Прикрепляйте видео и фото. Далее смотрите фильм о Сибирике, который мечтал стать врачом, но нашел свое призвание в металлургии. Фильм «Ко дню металлурга» взять высоту сразу после «Нота Бена». «Нота Бена» – самая популярная телевизионная новость в Абакане. Каждый день мы говорим о том, что важно и помогаем людям. И никому ничего не надо. Человек каждый день сюда ходит, ему завтра снова приходить. Смотрите по будням в прямом эфире в 19.00 и круглосуточно во всех социальных сетях. Только главные новости Юга Сибири. Только «Нота Бена». Я не маленький, большой. Мне уже 4. Я знаю хорошо, что живу в Сибири. Я помню, мы с мамой лежали вместе. Я был мальчишкой, мне исполнилось только 4 года. Она мне читала этот стишок. Я помню прекрасную эту картинку. Лежит эту книгу. Там мальчишка на санках, розово щеки, шапки, ушанки, которые носил и я тоже впоследствии. Я родился в поселке Абан. Красноярский край, Абанский район. В семье простых рабочих. У меня была такая мечта поступить в медицинский институт. А в то время, там, 89-й год, для того, чтобы поступить в медицинский институт, то, как говорится, нам всегда нужен был блат. А блата у меня, соответственно, не было. Я и в простой крестьянской семье. Мне туда поступить не удалось. И меня в армию забрали. В 92-м, когда я вернулся, моя мечта никак не могла сбыться. Ушел в Советский Союз, вернулся, значит, непонятно что. Цены взлетели до небес. Куда-то там поступать в институт, для того, чтобы садиться на шею матери и каким-то образом выживать. Вот в институте 6 лет. Я, в принципе, в медицинский институте не смог. И когда я устраивался на завод, как бы это ни смешно, я всем рассказываю, я пришел на завод с одной только целью. У меня, ну, скажем, мало было одежды, потому что пришел я с армии, нигде, собственно, работы нет. Соответственно, я решил переодеться следующим образом. Узнал, что электроники зарабатывают плохие деньги. Я куплю себе кожаную куртку, обязательно, значит, спортивный костюм Монтана обновлю и кроссовки. А потом уволюсь. Я застал именно очень серьезный переломный период. Бизнес социалистический, который вот-вот-вот развалится абсолютно вновь. Большой радостью бизнес принял Олег Владимирович Дерипасков. Потом были большие изменения в части вообще модернизации завода, потому что и без модернизации конкурентоспособным на рынке было быть уже невозможно. А у нас, к сожалению, технология была на начальном стадии. Основная работа людей – это вот «бери больше, кидай дальше», «лопату», «доломик», «дометла». В то время уже нас учили подходить к бизнесу по-другому. Вот какая роль этого человека в том, что он, в принципе, взял этот завод. Вот эта бандитская агрессивная среда, в которую он пришел в этот бизнес, отстоял этот завод, каким-то образом выставил, да, и этот бизнес составил. Мало того, культурно развил. Ну, какая роль этого человека? Да огромнейшая. Вот этот железный характер его, который дал ему возможность и выжить, и в дальнейшем развивать этот бизнес, он уже видел. Он реализовал себя во многих же сферах бизнеса. Это говорит о том, что предприимчивый человек, деловой человек, человек, которому люди доверяют, за которым люди идут, а не пойдут за непорядочным человеком, понимаете? Не будет развиваться эффективный бизнес, если человек непорядочный. Вся атмосфера была направлена на то, чтобы люди развивались. Сильнейшая работа дирекции по персоналу, которая спускала сверху непосредственно от Олега Владимировича, она мотивировала персонала на развитие. Просто вся пронизана, ну, бывает. Мы двигались семимильными шагами. Нас и отправляли, значит, и на курсы, мы обучались, мы обменивались какой-то ротацией, как это было, мы постоянно были в движении. Ну, наверное, с одной целью найти, наверное, самых эффективных людей для того, чтобы, в принципе, бизнес тот, который есть, он все-таки был наиболее эффективным. Работал хорошо, я все время впахивал как надо. Я все время что-то интересовало, что-то придумывал, что-то как-то себя постоянно развивал. Я знаю практически все рабочие специальности, которые там применялись в электролизе. И в 99-м году, я вторую часть 10 лет, я, значит, возобновил свое обучение в Красноярском университете цветных металлов и золотых. Значит, мы родили второго ребенка, я купил квартиру, значит, соответственно, для того, чтобы мы проживали. Я жил в долг практически. Мало того, что я отвлекался на обучение, денег вот просто катастрофически не хватало. Учиться было очень тяжело. В некоторые моменты даже я думал, брошу эту затею, потому что, ну, просто денег нет. Просто нет денег для того, чтобы, однако, я ждал своего назначения, назначения старшего мастера без образования. А это уже как бы закон в компании. Невозможно. Это мотивация людей на развитие. У меня до сих пор мужики, с которыми я работал, там в то время еще рабочие, меня вспоминают, я с трудом помню этот момент, но они сказали, что я пришел уставший, сел и сказал, я не буду работать директором летников, я буду генеральным директором. Я же хотел стать генеральным директором. Я понимал, что мои амбиции, они перескочили такой некий порог моих, собственно, знаний и возможностей. И для этого я должен был учиться в следующем этапе. Я должен изучать, что такое деньги, что такое финансы. Я, в принципе, в Русале попросился для того, чтобы мои, значит, компетенции были развивались. И Русал мне пошел навстречу. Был направлен в Академию Российского, Российскую Академию Народного Хозяйства при президенте Российской Федерации на экономику управления предприятиями. У меня была серьезная мотивация. Вот я именно загорелся быть, вот, именно руководителем высшего звена. Вот теперь я генеральный директор. И все задают один вопрос, всегда. Ну, вот вы были рабочим, а стали генеральным директором. Вот как это, да? Знаете, в этом вопросе есть две секунды, да, вопроса. И на самом деле ты видишь себя от рабочего, который там надел, там, первый раз валенки вышел на смену. И вот сейчас сидишь с генеральным директором. И ты на самом деле видишь некий такой, знаете, раз, резкий скачок. И сам удивляешься, а то я генеральный директор. Я что ли? Сын технички, сын водителя, друг генеральный директор. Так интересно. Самому даже интересно. А когда вспоминаешь свою жизнь, там было очень много работы. Очень много труда, очень много людей, с которыми мне повезло познакомиться. Простой обыватель всегда будет рассуждать о том, что на крупных предприятиях на самом деле есть блат. Я не знаю ни одного случая, где бы был назначен там директор завода или там руководитель какого-то звена в части производства только потому, что кому-то бы так хотелось. Вот у нас четкая конкуренция, нормально, спортивная. Кто первый прибежал, тот на первое место и встал. Он на любом заводе это подтвердил. Там все понимают люди. Для того, чтобы ты по карьерной лестнице, чтобы каким-то образом ты стал другим, все честно, все прозрачно. Ты должен добиться каких-то результатов перед тобой. Эта цель понятна, ясна. Мало того, он достижен. Субтитры подогнал «Симон»